Всем привет, друзья! Этим холодным октябрьским утром мы выехали ни свет, ни заря, чтобы снять для вас очередную бомбу Я все еще нахожусь под впечатлением от Zikr 001 И сегодня у нас на обзоре его брат Zikr X с разгоном до 100, внимание, 3,7 секунды И по традиции обзора Zikra мы начинаем именно с разгона до 100 Наша версия полноприводная, здесь 428 лошадиных сил и 550 ньютонов на метр крутящего момента На самом деле для электрокара это не так уж и много, поэтому то, что он выдает 3,7 секунды до 100, на мой взгляд, даже немножко удивительно Наконец, у нас на обзоре еще один автомобиль из семейства Zikr Мы уже рассмотрели Zikr 001, Zikr 009 и, наконец, у нас на обзоре Zikr X Самый доступный, самый бюджетный из семейства Zikr Здесь в спорт режиме, когда нажимаешь на газ, если снять со стороны, да, поднимается морда вверх Очень интересное ощущение Машинка классная, для кроссовера ловит полосу Для кроссовера особенно, потому что мало каких кроссоверов мы можем встретить такую динамику Ну, динамика Zikr 001 нам уже известна, мы уже ее проверяли Поэтому здесь она вся сохраняется Передо мной я вижу проекцию, проекция очень простая, на ней отражается скорость, знаки Все остальное отображается на приборной панели Здесь бортовой компьютер, скорость, положение селектора передач К слову, он здесь не под правой рукой, а как у американцев, как у некоторых мерседесов, вот, за рулем Все, здесь отображаются спереди сбоку идущие машины То есть отображается дорожная обстановка Это мы уже все видели Для проекции спереди расположена такая тарелка, такое вот дизайнерское решение Наша версия полноприводная У нее 428 лошадиных сил и 550 ньютонов на метр крутящего момента Кстати говоря, 550 ньютонов на метр это не такой уж и высокий крутящий момент для электрокара При том, что разгон 3,7 секунды до 100 км в час Мягко говоря, довольно быстро, особенно если учесть, что это кроссовер Здесь установлена батарея емкостью 66 кВт часов Запас хода по циклу с LTC заявлен чуть больше 500 км Однако в реальности этот автомобиль проедет при хороших погонных условиях При температуре 20 градусов в сухой дороге где-то 400, может быть, 450 км Нужно помнить, что зимой, при не очень благоприятных погодных условиях Запас хода электромобиля можно делить на 2 То есть 250 км, может быть, 300 км у него будет запас хода Ну, я так уже позитивно говорю Когда мы покупаем электромобиль, про это всегда нужно помнить Какие впечатления от вождения? Это Zikr Кроссовер со всей зикровской динамикой Со всей зикровской такой собранностью В полном смысле слова Но при всем при этом это кроссовер Это кроссовер, который стоит очень даже реальных и адекватных денег Поэтому, если вы рассматриваете для себя покупку кроссовера Но вы все еще хотите на нем притопить Присмотритесь к этому варианту Да, возможно, здесь не будет обилия каких-то функций Например, даже на заднем ряду Чуть позже мы коснемся этого Но соотношение цена-качество в данном случае Максимально приближено к оптимальному У этого автомобиля есть две версии Заднеприводная и полноприводная Наша полноприводная И у нас максимальная комплектация Представленная с пятью сиденьями Есть версии с четырьмя сиденьями Там еще больше функций То есть действительно есть из чего выбрать На любой бюджет, на вкус и цвет То есть хотите больше премиума Хотите больше каких-то деталей, нюансов То есть, например, в версии, где четыре сиденья Где раздельные задние кресла Такие царские, классные Вот этот экран, он движением руки Передвигается к пассажиру Пассажирское кресло раскладывается Вот этот подлокотник отъезжает вперед И максимальный комфорт предоставляется переднему пассажиру То есть при желании Мы можем эту машину действительно дооснастить Так, что она будет просто люксовой Но любой нужный минимум в ней есть уже Ну что, я так расхвалила этот автомобиль Я думаю, что пора переходить к обзору его внешне Друзья, внешний вид Z-Crix мне напоминает амфибию Спереди мы видим диодную оптику Здесь ходовые огни и поворотники В целом оптика у Z-Crix между собой не перекликается Мы скоро сядем в салон и увидим, что задняя фара от Z-Crix 001 Теперь у нас располагается внутри Очень интересное решение Она комбинированного цвета Это бежевый в нашем случае В доступе еще много очень интересных цветов И черный бампер Черный пластик под фарами Даже сами фары немножко затонированы в черные Черные арки, зеркала, панорамная крыша Получается такой вот комбинированный автомобиль Как на Z-Crix 001 зеркала безрамочные Смотрится классно Под зеркалом есть камера В целом здесь много камер, датчиков, лидара здесь нет Самое интересное Здесь нет дверных ручек Дверь открывается с кнопки Как мы видим, у двери есть электропривод Стекло одинарное Дверь достаточно массивная Закрывается она также с кнопки Либо легким нажатием Ну вот, например, закроем ее с кнопки И дожим дверей Да Задние двери открываются точно так же На заднем ряду у нас такая модная тонировочка Что окна заднего ряда Что вот это маленькое окошко затонировано Почти так же, как и панорамная крыша Что придает, конечно, особый стиль этому автомобилю К его всем черным элементам Также из фишек Лючок порта зарядки По-моему, очень круто Мы такого еще не видели, если честно Здесь совмещена быстрая и медленная зарядка Закрывается тоже с кнопки Все, электропривод, что двери, что лючок Интересно, да? Как будто бы один из элементов кузова Отделяется и открывает нам доступ к зарядке Задняя оптика выглядит вот таким образом Сами решайте, кому как Мне кажется, все-таки слишком минималистично Багажник так же, как и все двери, открывается с кнопки И имеет электропривод Объем багажника, на мой взгляд, маловат Все-таки это кроссовер, хотелось бы багажник побольше Ну, может быть, я как истинный белорус Имеющий место в сердце для Passat B3 или B4 Все-таки хочу большой багажник Мне кажется, что здесь места маловато 362 литра при разложенных сиденьях Что у нас здесь? Ничего, спасибо Сверху есть два таких удобных крючка Можно повесить какие-нибудь пакеты И багажник так же с электроприводом Колеса 235-50 R19 На заводе можно выбрать 20-е диски Здесь будет немного другой узор Плюс в комплект поставят 4-х поршневые перфорированные тормоза Здесь таких нет Ну и не надо Я считаю, что 19-е оптимально Не стоит переплачивать за 20-е Машина станет жестче Все-таки это кроссовер Хочется, чтобы она ехала помягче Несмотря на ее довольно быстрый разгон Двойным нажатием рычажка Как на BMW открывается капот Под капотом у нас маленькая ниша Сюда можно что-то положить Совершенно небольшая Ну и ладно Как бы все остальное зашито Мы решили долго не мерзнуть И переместились в салон этого автомобиля Салон нас порадовал Сверху алькантара Такая же, как в Zikr 001 Моя любимая Натуральная кожа Руль Скорее что-то Эко-кожа Я думаю, что это эко-кожа А снизу Да, все тот же пластик Как на Zikr 009 Ручек открытия двери Нет Но есть одна большая кнопка Насколько это удобно Я не знаю Не мне судить Но мы обсудим с вами Да На самом деле интересное решение А вот дверь с педали тормоза не закрывается Нужно потянуться Чтобы закрыть ее снова Сработал дожим Все круто Но в целом интересно Я думаю, что имеет место быть такое решение Наш автомобиль произведен в Китае Поэтому и тумблеры открытия окон У нас работают не совсем так, как мы привыкли А именно в другую сторону То есть, чтобы открыть окно Мне нужно толкнуть его вперед Наверное, к этому можно привыкнуть Главное, чтобы с рулем так же не получилось Электромобиль это большой девайс Но что делать, если, например, его заряд закончился в ноль Либо какая-то система неисправна У нас есть возможность механически открыть дверь С помощью вот этого рычажка в двери Двойной Нажатие Все Знаете, приятно, что есть такая возможность Вот это как-то успокаивает Сидя на месте водителя Что я вижу? Торпеда Из довольно мягкого пластика Интересно, на самом деле, материал Не такой, как дверные карты Спереди такая своеобразная тарелка для хэдап-дисплея Такое дизайнерское решение Ну, тем не менее, пусть будет так Музыка по зикровской традиции Ямаха Мы ее уже протестировали Вердикт тот же Где-то 7 из 10 по качеству Ну, тем не менее В принципе, вполне неплохо Знаете, что общего между задней частью Zikr 001 и торпеда Zikr X? Вот такая полоса Руль И здесь Zikr отличился Что у Zikr 001, что у Zikr 009, что у Zikr X Все рули разные Здесь, например, у нас есть два джойстика С правой стороны мы можем управлять Вот бортовым компьютером, например Мультимедиа Климат-контроль С левой стороны управление автопилотом Сидение здесь прикольное Сидеть довольно удобно Длины сидения хватает Хоть и не раскладываются Здесь нет атаманки Внешне выглядит классно Настроек сидений немного У нас здесь есть обогрев Вентиляция сидений Вот здесь можно выбрать угол наклона Нет завала сидения Как я привыкла сравнивать с BMW Спереди у нас обогрев и вентиляция У задних пассажиров нет ничего В версии, где не 5, а 4 места Есть еще массаж сидений Центральный дисплей Очень похож на дисплей Zika 001 Я бы даже сказала, он практически такой же Вот здесь на главном меню У нас доступны быстрые функции Например, открыть багажник Открыть лючок зарядки Открыть окно Сверху шторка Которая настраивает также Самые важные функции Вот, например, управление светом Настройка зеркал Адам дисплей Яркость Child lock Камера 360 3D проекция Немного подтормаживает Ну и ладно Ну ничего страшного Вот со всех ракурсов Пока у нас здесь не установлена языковая прошивка В целом здесь все интуитивно понятно Свет, настройка всего, что связано со стеклами С панорамной крышей Зарядка, автомобильные настройки То есть здесь у нас переключение режимов вождения Также настройка проекции Настройка зеркал Вот, например, ассистент автомобильный И так далее То есть если вы хотите посмотреть Более подробный обзор На все элементы меню Можете посмотреть наш обзор на Zikara 001 Там уже была установлена языковая прошивка Поэтому мы покопались более детально Центральный свет очень интересный Включается он таким образом Даже меняет теплоту света Как мой светильник на кухне, кстати, один в один Здесь меняется яркость Оп, оп Классно, мне нравится Очень интересный вариант решения Обычно в нашем обзоре мы рассматриваем центральную консоль Но ее здесь нет Очень нестандартное решение Вешалка для маленькой сумки Действительно очень маленькой сумки В прямом смысле этого слова Потому что здесь, честно говоря, какую-то массивную сумку не повесить Разъемы зарядки TPC Ну и такая полочка, например, для сервисной книжки Вот таким образом открываются подстаканники Здесь они даже раскладываются, чтобы хватило подстаканников и для водителя, и для пассажира Туда можно что-нибудь сложить Никаких портов зарядки там нету Складываем Закрываем обратно Беспроводная зарядка расположена довольно нестандартно На мой взгляд, это не совсем удобно Потому что, когда введем машину, хочется, чтобы телефон был в доступе Здесь телефон удобно положить переднему пассажиру, водителю все-таки далековато Хочется, чтобы он располагался где-то здесь, поблизости Тут тоже такая ниша, возможно, можно поставить телефон Здесь еще один подлокотник Глубокий С прикуривателем Стоит учесть, что бардачки, которые мы сейчас рассмотрели, единственные Потому что бардачка у переднего пассажира, как все мы привыкли, нет Перемещаемся на задний ряд А вот задние двери без электропривода Видите, я хочу закрыть ее с кнопки Мне не получается, нужно закрывать ее за ручку На самом деле, места не так уж и много По сравнению с остальными кроссоверами, которые были у нас на обзорах Сенсорный свет Маленькая вешалочка для одежды, ну и ладно Все Подстаканники в подлокотнике Сзади передних сидений интересный органайзер Сделан уголком Такой вариант дизайна Здесь у нас нет никакого климат-контроля, нет воздуховодов Здесь есть USB и Type-C разъем Все Если со стороны водителя располагается кейс для очков То со стороны пассажира по традиции располагается ручка Но здесь она выполнена немного необычно и чем-то напоминает ручку от чемодана Друзья, Zikr X самый бюджетный представитель семейства Zikr Тем не менее, он не утратил динамику разгона от Zikr 001 Это кроссовер, которым очень много прикольных фишек Вообще не разочаровал Особенно в своем ценовом сегменте А если вы хотите приобрести этот автомобиль Либо любой другой электромобиль из Китая Обращайтесь к нам в Electrohead И мы поможем вам подобрать оптимальный вариант Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok